МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ему стало плохо на своей вилле прямо во время празднования своего же дня рождения. Наливая шампанское в бокал своей подруги, Иваны Махачковой, он неожиданно пошатнулся и упал. Диагноз врачей – апоплексический удар. На следующий день в Германии, где Карл весьма популярен, газеты вышли под заголовками «Гот, ты нужен нам живой, бросай пить, курить и веди здоровый образ жизни». Но Карл и не собирался умирать. Через несколько дней прямо из больницы он сел в машину и отправился на гастроли, проехав за рулем сотни километров. Карл Гот был воспитан в эпоху социалистического застоя, а такие просто так не сдаются. Карл Гот поклонит взвод. Все в духах и все в цветах, на высоких каблуках, все с билетами в руках, как поет он. Ох, да! Конечно, Карл Гот, который в прежние времена водил за собой поклонниц взвод, уже давно перестал быть секс-символом. Нынешнее поколение вообще мало что знает о человеке, который сводил с ума тысячи женщин. Сегодня Карл обзавелся приличным для его возраста животиком и благосостоянием. Когда речь заходит о его финансовых делах, то тут появляется повод посплетничать. Уже много лет в пражской прессе муссируются слухи о связях певца с криминальными структурами, отмывочными фондами и совместными махинациями с чешским МВД. Вообще с именем Готта связано большое количество слухов. Но, как бы там ни было, сегодня Карлу Готту 64 года, и его по-прежнему называют одним из самых завидных женихов в Чехии. Во-первых, он действительно богат, во всяком случае, судя по вилле и дорогим машинам. Во-вторых, самый завидный жених он еще и потому, что жена там никогда не был, хотя его фамилию носят две его дочери. Поговаривают, что любимый женский возраст у Карла от 26 до 28 лет. В дамах он очень разборчив, но при расставании великодушен. Однако злые языки утверждают, что молодые девушки – это только прикрытие для его нетрадиционных пристрастий. Как бы там ни было, но сплетни, эти спутники славы и признания, появятся позже, когда Карл уже сделает свою карьеру. А начиналась трудовая деятельность будущего секс-символа на заводе, где он чинил электропроводку, напевая себе под нос незатейливые песенки. Карл Готт, без сомнения, главная чешская поп-звезда. Главная, потому что практически единственная. За последние 10 лет он исполнил около 2000 песен и продал 30 миллионов дисков. Мало кому известно, что пению Карла учил русский белый эмигрант Константин Карелин, ученик Шаляпина. По его протекции Готт поступил в Пражскую консерваторию. Однако оперного певца из него не вышло. Он был отчислен за неуспеваемость и прогулы. Эстрада выручила неудачника. И в конце 50-х появились первые проблески сценического образа. Карел взял себе трогательный псевдоним «Травничек» и начал исполнять пряные песенки в расчете на женскую аудиторию. Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, с самого детства я мечтал быть женским врачом. Уже тогда я чувствовал потребность быть ближе к женщинам. Ведь для женщины врач своего рода священник. Обратите внимание, что в сериалах, уж не знаю, показывают ли их у вас, но у нас и в Германии, да повсюду самые успешные сериалы – это сериалы о врачах. А вовсе даже не о певцах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для певца из братской, но маленькой страны огромным достижением было отметиться на просторах большого брата – СССР. У Карла была отличная для этих целей родословная. Из простой семьи с намазоленными руками закончил ПТУ по первой своей профессии электротехник. Кроме того, год вписывался в политическое понятие того времени – дружба народов. Так началась история советско-чешской любви. Карел вошел в социалистический эстрадный пул. От каждой страны делегировался самый главный и значительный. От ГДР – балет «Фридрихштадт Палас». От Болгарии – певец «Бисеркиров». Югославия представила и вице Шерфизе. На их блеклом фоне Карелу удалось заблестеть. Вы знаете, меня иногда спрашивают, не был ли я лично знаком с высшими руководителями Советского Союза. Рассказываю, что один раз на хоккейном матче, в 70-м году это было, матч между сборной Советского Союза и Чехословакии. Вот тогда рядом со мной сидел Брежнев, и это была единственная встреча. Ну а вообще я никогда ни с кем, кроме как с представителями госконцерта и Министерства культуры, не встречался. Гастроли по Советскому Союзу имели свои особенности. В соответствии с советскими традициями, чтобы успешно петь, нужно было успешно пить. Эти неписанные законы распространялись на все сферы деятельности, от обкомовской работы до эстрады. Традиционные банкеты с возлияниями, спецбуфеты и спецпайки только закаленного в боях певца оставляли в живых. Когда я приезжал в Советский Союз, конечно, были застолья и банкеты, но я быстро научился правильно пить. Вообще я такой тип ночного человека, после концерта не могу сразу заснуть. Я люблю пообщаться, естественно, во время общения могу крепко выпить, но никогда не напиваюсь, ну, тем более, если водка хорошая. В СССР год завоевал невиданную популярность. Он стал такой же неотъемлемой частью всего советского, как кремлевские звезды и пиво жигулевское. Появился довольно значительный по своей численности клуб фанаток Карла, который конкурировал с такими же группировками поклонниц Муслима Магомаева. Магомаев тогда был безусловный лидер по части женской любви. Его машину после концерта, зацелованную до ярко-красного цвета, обезумевшие поклонницы буквально носили на руках. Карел по количеству фанаток старался не отставать. Поклонницы обклеивали портретами Гота стены и потолки своих девичьих комнат. Когда он приезжал в Москву, они часами, невзирая на мороз, стояли у входа в гостиницу «Россия» с единственной целью – увидеть своего кумира. Это был шанс подписать у него пластинку, а если очень повезет – получить поцелуй лучшего в их представлении – мужчины в мире. «Россия» Галина хранит верность своему кумиру уже 35 лет, полюбив однажды и навсегда. Сегодня Галина – член фан-клуба Карелу Готта, в который входят уже не очень молодые и одинокие женщины. Они собираются у кого-нибудь на квартире, пьют чай, обмениваются реликвиями, обсуждают свежие новости про своего кумира, переживают, радуются и гордятся, что не переметнулись к Баскову. У меня вот точно такой же пиджак, как у него. Ему это очень понравилось, когда я выбежала на сцену в точно таком же пиджаке. Ну, я тогда еще была девочкой маленькая, худенькая, изящная. Вот этот вот пиджачок. Ой, знаете, в этом пиджаке я бежала к нему на концерт в Дом Советской Армии, а ехала я на поливалке, потому что уже куда-то опаздывала, чтобы увидеть его. Вот какая-то поливалка, машина меня взяла, и я так стою на этой самой, ну, лихая была девушка. И вот, значит, и он проходит там, вот где колонны. Я говорю, чё, ка-а-а-а. А поливалка начала работать уже вовсю. Ну, все-таки я к нему подошла, он мне дал много-много фотографий. Вот эти фотографии в этом альбоме. Ну, в общем, этот пиджачок я люблю, его берегу. Субтитры сделал DimaTorzok Популярность гота продолжала расти, как на дрожжах. Все больше женщин заваливали его письмами с признанием в любви. Все больше сошедших с ума поклонниц хотели иметь от него детей. Началась массовая женская истерия. Залы были полны, билеты распродавались в считанные минуты. Певец из социалистической Чехословакии стал альтернативой капиталистическому мачо Тому Джонсу. Подарила одна из поклонниц, мы с ней поменялись. Я ей подарила диск, она мне вот этот вот медальончик с личным автографом. Вы считаете, что он самый красивый мужчина, да? Скажите. Ну, может быть. Самый красивый. Ну, для нас, да. Самый какой-то раритетный есть к экземпляру? Ну, первый диск. Первые песни. Вот этот самый первый диск? Нет. От фирмы «Мелодия». А у вас есть какие-то инстаграмы все это делали вместе с ними? А, есть. Есть, есть, есть. Сейчас все вам продемонстрируем. Вот как раз мы на вернисаже. Поклонницы – это для меня святое. Это, конечно, удивительно, но вот среди моих поклонниц много совсем юных девушек. Ну, несмотря на то, что я уже не в том возрасте, когда можно обращаться ко всем женщинам, которые мне нравятся, я часто замечаю в глазах своих поклонниц ту искру, которая может иметь даже некоторый эротический подтекст. В советское время там все было совсем страшно, строго. Вот. А если на стену бегут с висточками, там, ну, в момент восторга, раз, тетки, и юбку с одной девочки сняли, а у нее там другая, она побежала. И мы с той стороны стоим, думаем, что с нас дернут, а у нас подви. И все. Я так носилась на сцену, чтобы именно к концу музыкальной фразы. Та-да-та-да-там. И подходишь, подносишь сразу цветок. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Карел очень быстро понял, что помимо чисто патриотического репертуара, неплохо было бы перепеть что-нибудь полузапрещенное. Советские меломаны имели возможность послушать Битлз или Элвиса Пресли только сквозь глушилки по западным радиоволнам. Или на бобинах, контрабандой, перевезенных через границу. Но поскольку большинство людей в странах соцблока было незнакомо с творчеством знаменитых музыкантов, Карел успешно передирает на чешский язык песни Битлз, Элвиса Пресли, Куин, Тома Джонса и Бонни Эм. Субтитры создавал DimaTorz АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorz Конечно, практичный Карл не мог не понимать, что единственная возможность принести западное искусство в социалистические массы – это пропеть запрещенные песни на родном языке, сделав таким образом из американщины и англичанщины почти родную нам Чехословакщину. Ну и коммерческая выгода была налицо. Таким образом, остались перед Готтом в долгу и Битлз, и Элвис Пресли, так и не сумевшие прорвать кордоны социалистической нравственности. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одной отличительной чертой Готта, как артиста, было его полное неумение танцевать, в чем он неоднократно и сам признавался. Хотя по законам стиля тех времен, певцу нужно было пританцовывать во время исполнения песен, создавая эффект дискотеки. Вот чему я так и не выучился в своей жизни, так это танцем. Я так сконцентрирован на своей профессии, что все остальное, чему я хотел бы научиться, от меня ускользает. Например, мое отношение к технике. Межчеловеческое общение уже невозможно без компьютеров, без интернета. Я тоже, конечно, учусь, но очень медленно. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Готт, как человек, вкусивший слава и богатство, имеет свои маленькие слабости. Одна из его слабостей – это страсть к живописи. Карел создает полотна и, выставляя их на вернисажах, получает довольно заманчивые, в финансовом смысле, заказы от любителей такого рода живописи. Вторая слабость, обычная для разбогатевшего мужчины, это автомобили, которые Готт самозабвенно коллекционирует. Но ведь угнать дорогой автомобиль у знаменитости – высшее наслаждение для вора. Больше всего мне жалко Альпину, это спортивное БМВ. Это самая моя большая любовь была. Шедевр. Все, кто любит спортивную езду, меня сразу поймут. Я на этом автомобиле вообще по Праге не ездил, так боялся за него. И только однажды я решил поехать на нем за границу. И в одном из городов припарковался перед зданием местного телевидения. Меня полчаса всего не было. Когда вышел на улицу, автомобиля уже нет. Его угнали. Эх, лучше бы в гараже стоял. Но у популярности есть и приятные стороны. Однажды Карл получил письмо из Парижа, в котором его просили приехать во Францию за наследством, оставленным одной из тайных поклонниц. Готт немедленно вылетел. В Париже выяснилось, что Карл может стать обладателем двух миллионов франков, резиденции в Париже и замка в Провансе, а также акции компании «Сименс». В завещании, правда, было несколько условий. Во-первых, Карл должен поселиться в провинции, открыть там музыкальную школу для глухонемых. Во-вторых, каждый год в день смерти усопшей Карл должен приезжать на кладбище и в сопровождении пианистки петь на могиле свои песни. И в-третьих, ему надлежит взять на себя обязательства по заботе о брате-поклоннице, инвалиде. Его для знакомства привезли в коляске прямо в нотариальную контору во время оглашения завещания. Карл не знал, что ему делать, плакать или смеяться. Но тут на глазах у всех произошло чудо. Инвалид вдруг встал из коляски и направился прямо к Карлу. Им оказался ведущий немецкого телешоу «Скрытая камера». Сегодня Карл вполне уже может оставить сцену. На родине его известность перевалила за рамки профессии. Поэт в России больше, чем поэт. Певец в Чехии больше, чем певец. Не так давно инициативная группа чешской интеллигенции выдвинула своего кандидата в президенты страны, после того, как Вацлав Гавил покинул этот пост. Этим кандидатом стал Карл Готт. Гавил был драматургом, так что ничего, если год всю жизнь пел. Вообще-то никогда ни в какой политической организации, которая имела бы что-то общее с политикой государства, я не состоял. Ну, естественно, как это часто бывает, в каждом государстве популярный артист, достигший определенного уровня, но когда его имя имеет большое значение в стране, не мог не вызвать интересы страны некоторых политических сил. Только Карлу это вряд ли было нужно. У него есть все, что необходимо для счастливой старости. Богатство, молодые любовницы и собственный ансамбль под названием КГБ, сокращенно от «Карл Готт Банд». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое ценное для певца то, что публика любит его старые песни. И хотя каждый из нас хочет иметь новый репертуар, мы должны понимать, что публика не сможет быстро привыкнуть к новому. Поэтому мы поем наши старые песни. И я не думаю, что это ностальгия, просто это имидж певца, потому что за певцом, как за личностью, закрепляются определенные песни. Это касается всех звезд мира. Любой певец, куда бы он ни приехал, поет свои хиты, потому что публика хочет их слышать. И так или иначе, песня в своем роде пропуск, удостоверение личности. Я очень люблю, он все время поет скрипку Паганини, уж считается, что это для меня, прямо там, среди людей. И когда ты плячешь скрипку Паганини, знаете, как он стоит? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Говорят, что там, где еще существуют клубы поклонниц Карелу Гота, он проводит ежегодные встречи со своими верными почитательницами. Но Карелу на этих междусобойчиках уже не так весело, как раньше. Он стареет, стареют вместе с ним и его поклонницы. Сердца молодых принадлежат уже не ему. Время и мода неумолимы. Просто Карел остался в нашей памяти символом эпохи застоя с ее музыкальной программой «Мелодии и ритма зарубежной эстрады», водкой по 4-12 и очередями за дефицитом. У каждого времени свои герои. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хоть не зря собирала. Лежат вот в этой вот трубе. Господи, прости меня за то, что я так долго увлекалась Карелом. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ